Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова Катя и сегодня у нас видео о фаворитах лета. Как раз у нас сейчас за окном дождливая, противная, пасмурная погода, которая всем своим утром кричит, что осень уже совсем близко, поэтому, наверное, сейчас как никогда, кстати, сделать просто видео о летних фаворитах. Я надеюсь, что вам будет интересно и так приступим. У меня на голове сегодня какой-то странный как бы вот хаос творится, волосы вообще не хотят лежать. И в связи с этим заодно... Это гром! В общем, в связи с этим заодно сразу вам хочу показать средство, без которого не обходится мой летний, скажем так, мой летний сезон. Это обязательно шампунь сухой именно для волос, потому что я не могу мыть так часто голову, как она жирнится летом, потому что в любом случае волосы начинают, а не волосы начинают потеть, кожа начинает больше потеть в районе шеи из-за того, что волосы постоянно распущены. Поэтому волосы быстрее пачкаются, плюс ко всему кожа головы вообще быстрее жирнится летом почему-то, чем зимой. Ну как почему? Наверное, потому что мне жарко. В общем, поэтому я обожаю батистовские шампуни сухие для волос, они просто бомба. Их вообще не видно абсолютно на моих волосах, они создают очень красивый, правильный объем. То есть не такой вот, как мы привыкли от пудры для волос, а вот именно просто хороший такой вот объемчик. А более того, я его наносила вплоть до того, что, по-моему, я первый день мыла голову, второй день нормально ходила еще с такой, еще более-менее свежей головой. На третий день я уже использовала сухой шампунь, и может быть даже на четвертый, если мне еще, ну, мне было не в кассу, в общем, мыть голову, там я не успевала или еще что-то. Или я знала, что я буду загорать, и в целом мне нет смысла мыть голову, потому что волосы все равно потом будут в масле. Я потом использовала, в общем, шампунь именно от Батист. Вот именно этот шампунь, который голубенький, он очень вкусно пахнет. Я вам советую, если вы будете заказывать Батистовский с шампунями, пробуйте именно этот. Мне он больше всего нравится, у него очень дорогая и такая крайне деликатная отдушка. Потому что, допустим, Батист с вишенками мне не сильно нравится, мне этот запах душит. И вообще я знаю, что Батист многим грешит тем, что у них достаточно сильные отдушки, поэтому попробуйте этот, эта отдушка очень вкусная. На улице, ей-богу, какой-то ураган просто начался, мне даже страшно туда смотреть. Ну ладно, мы все равно продолжим делать видео, благо я не смотрю в окна. Второе средство для волос, которое я вам... что такое? Второе средство для волос, которое я вам хочу от души порекомендовать, это средство для объема волос от Джон Фрида. Что-то там, Volume, Root Booster, в общем, это лосьон-спрей для прикорневого объема с термозащитным действием. Очень крутая штука, вот сейчас это минимальный объем, который он создает, это я уже сейчас пригладила волосы. Действительно очень хорошая вещь, единственное, что, естественно, вы сначала наносите на корни, дальше опускайте голову вниз, сушите феном, волосы приобретают такую некую слегка липкость. То есть нет такого ощущения, как будто у вас супер чистые волосы, которые ничем не покрыты. Но опять же, этого не видно другим людям, это чувствуется только если прикоснуться, именно вот супер-пупер прикасаться, как и мацать волосы. Безумный Ливий наконец-то закончился, который ушел с градом и здесь барабанил так, что видео невозможно было снимать, поэтому продолжаем дальше. Я говорила изначально о том, что если вы хотите вообще видео об объеме на волосах, то есть как вот создать вот примерно что-то, нечто такое на волосах на каждый день, то ставьте пальчики вверх, обязательно сделаю такое видео, потому что вы очень часто задаете этот вопрос, как ты делаешь объем такой на волосах, хотя для меня это вообще не объемные волосы. Для знаете, объемные волосы это скорее вот так, типа модели Victoria's Secret и все остальное. Вот, поэтому если вы хотите знать, как сделать хотя бы такое, вот, в общем, по запросу. Вот, продолжаем дальше. Так как у нас сейчас было лето, мне приходилось очень часто очищать свою кожу и скорее ее соскавливать, потому что лето было достаточно жаркое, поэтому у меня было два любимочка. Первая это вот такая вот черная маска от Миша, по-моему, да, и вторая это кислотный легкий пилинг тоже от Миша. Два этих средства очень крутые, пилинг просто идеальный, и плюс ко всему он кислородный, то есть вы его наносите, оставляете на минут 10, за эти 10 минут он успевает спиниться, дико щекотно, это просто адово щекотно, и я сижу и просто чешу любое другое место для того, чтобы хоть как-то обмануть мозг, чтобы перенаправить вот эту вот чесотку. После этого пенка вот эта вот непонятная, она растворяется, и вы идете, и это пилинг-скатка, то есть вы сухими ручками скатываете все, что у вас осталось на коже. И дальше, соответственно, выводите с теплой водой. У него очень приятный запах, он вообще абсолютно не болючий, я как-то и раз его даже наносила, когда у меня была маленькая-маленькая ранка, после выдавленного прыщика, думаю, я почему его нанесла, думаю, сейчас будет больно. Я при том, что забыла просто, что я его выдавила там, ну, где-то пару часов назад, и что вы думаете, вообще не было больно, при этом кожа потом идеально гладкая, очень вкусно пахнет, вообще я просто в восторге от серии Супер Аква, которая именно в качестве масочек и вот всего для очищения кожи. И вот такое вот у меня еще было средство, это получается черная маска, наверное, с вулканической какой-то грязью опять, ну, это обычные черные цвета. В общем, я уже израсходовала практически полбанки, она у меня уже достаточно давно, и еще я знаю, что у них, кстати, есть из этой же серии маска-пленка, типа вот оригинальная Black Mask, которую сейчас везде распиарили. Но мне очень нравится вот эта версия, то есть вы наносите, она практически не застывает, она очень похожа на какой-то такой вот пластилин, она действительно высасывает абсолютно все черные точки, вообще, кстати, насчет видео тоже думаю сделать видео о том, как избавиться от черных точек, потому что у меня жутко глубокие поры, они действительно очень сильно забиваются, счет того, что я еще просто постоянно пользуюсь косметикой, так как у меня нет другого выхода, потому что нужно видео снимать, нужно хоть прилично выглядеть, то они забываются в два раза быстрее, поэтому черные... ой, фуч, поэтому черные точки на лице, они появляются просто с космической скоростью, но и я стараюсь где-то раз в неделю примерно вычищать поры просто в нули, и мне как раз-таки хватает этого эффекта, поэтому если вам интересно, то уже ставьте пальчики вверх на определенном каком-нибудь комментарии. Перейдем, наверное, к парфюму. Мне пришел в начале еще лет такой вот парфюм, он с котиками, это парфюм от Грейс Кодингтон, он так и называется, Грейс by Грейс Кодингтон. Вы знаете, у него очень, во-первых, милая упаковка на виде котика в плане колпачка, это самый мой любимый аромат на данное время. У меня было затяжное такое вот, скажем так, безвкусие, не знаю, там, без ароматии, не знаю, как это, в общем, правильно описать, у меня, в общем, был застой, я никак не могла найти свой аромат. И потом получилось так, что ко мне прислали этот парфюм просто вот, ну, чисто из разряда, Катя, попробуй. Я в него просто влюбилась с первого вздоха, потому что у меня, у молодого человека, у мамы, грубо говоря, в моей будущей свекрови, в туалете, я понимаю, что звучит странно сейчас, секунду, вы сначала это слушайте, давайте так, в ванной комнате стоит чумовая ароматическая отдушка, которую ей привозили из Испании. Я каждый раз, когда заходила в ванную комнату, я хотела эту отдушку просто на себя вылить, потому что она настолько деликатно, красиво, дорого пахнет, что я просто стояла, я специально стояла долго малой руки, потому что я просто вкушала данный аромат. Спустя какое-то время мне присылали данный парфюм, и после буквально первых двух секунд я понимаю, что этот парфюм, он практически олицетворение, точнее, он практически копия, только в бутыльке с пульверизатором того аромата, который стоит как раз-таки в ванной комнате. Я просто от него в восторге. Он настолько мой, вот он настолько отображает меня, именно вот мой возраст на данный момент, потому что мне уже не гоже пользоваться розовыми водичками. И дело не в том, что там мне вот типа по статусу не положено, да мне вообще пофигу, просто я вот понимаю, что я себя больше не ассоциирую с этими вот легкими, не означает клубничными ароматами. А этот аромат, он другой, в нем чувствуется роза, при том, что вы знаете, я не любитель розы совсем. Эта роза, она настолько благородная, настолько юная, настолько серьезная, что я вам не могу даже это вот просто, как тут правильно сформулировать. Это то, что заставляет вас внюхиваться снова и снова. Это то, что заставляет вас просто обернуться и понять вообще, откуда идет данный аромат. Я обожаю этот аромат, я думаю, что он надолго вписался... Ого! Я думаю, что он надолго вписался в полочку моих любимчиков, ясно вытеснив из него Гуччи, Флора, Гуччи с Горденни, потому что я ей переболела, все, закончилось. Три бутылька мне хватило на то, чтобы наиграться с этим ароматом. И я думаю, что вот с этим ароматом я буду играться еще очень долго, потому что это 100% я. Поговорим о, наверное, тенях для глаз. Я думаю, что вы не будете удивлены. Я до сих пор обожаю тарталетку свою. Тарт, точнее, Тарталет by Tarte in Gloom она называется. Это самая лучшая палетка теней, на мой взгляд. У меня есть тени, которые я также еще люблю. Допустим, это Urban Decay, но вот эта палетка, к ней чаще всего тянется рука. Я чаще всего с ней делала макияж. Здесь некоторые тени уже начинают потихонечку затираться. И, как видите, здесь уже начинают потихонечку исчезать... Вот с этой стороны. Начинают потихонечку исчезать в буковке. Очень красивые оттенки, которые подойдут, мне кажется, любому типу внешности. Поэтому, если вдруг у вас появится доступ к этой палетке, обязательно ее попробуйте. Потому что, да, она стоит немаленьких денег, в том плане, что на нынешний период там порядка 4, по-моему, 3-4 тысяч рублей. Но просто она того стоит. Ее вам хватит на очень долгий период. Плюс ко всему, она содержит все те тени, которые вы будете потом очень долго искать. Знаменитый камбэк для меня – это консилер от Estee Lauder, который BB Double Wear. Я его просто стала обожать именно летом, потому что... Он создает мне тот самый влажный эффект кожи, который я люблю именно летом, перекрывает те недостатки, которые у меня возникают летом. То есть это мелкие синячки из-за недосыпа, в принципе, под глазами, ну и там пару прыщиков, в принципе, и все. Потому что летом мне нравится, когда моя кожа загорела, и я не люблю на нее наносить супертональное средство. Палетка, которую я использовала больше всего, я думаю, что они уже тоже наслышаны от меня, это Naked Flushed. Это палетка, которая с румянами, хайлайтером и бронзером. Очень красивые оттенки, они мне очень подходят. Более того, я ее всегда беру с собой в какие-либо поездки, потому что я знаю, что она занимает мало места, а здесь все те вещи, по факту, которые мне нужны. То есть мне еще нужно взять с собой, по идее, консилер, тушь, в принципе, и блеск для губ. Все. И я, по факту, полностью собрана. Самое неожиданное для меня открытие этого лета – это Lancome Beauty... Нет, это Lancome Juicy Shaker. В общем, как вы уже помните, я о них снимала видео, тогда я их полностью не одобрила, мягко говоря, и сказала, что это бесполезно, в общем, траты денег и всего остального. Но беру реально свои слова обратно, потому что я от них сейчас просто в восторге. То есть это, по факту, масло, смешанное с пигментом, и где у вас есть небольшой такой вот спонжик, кушон, как его почему-то любят теперь называть, и вы с помощью этого кушона наносите его на губы. Это самая лучшая летняя находка, это действительно просто must-have лето, потому что настолько натуральные, красивые губы, именно полные, аппетитные, не получается ни с чем, плюс ко всему он реально не липкий, вообще не липкий. Поэтому в качестве летней забавы это просто must-have, так что просто зайдите, потестируйте, потому что я оказалась просто в итоге в восторге. Моя любимая тушь этим летом, это была The Real Odd Benefit, не течет при жаре, не оставляет отпечатков на моем новейшем веке, плюс ко всему делала действительно очень красивые кукольные ресницы. Единственное, что пару раз я заезжала себе этой силиконовой щеточкой в глаз и стояла потом промаргивала, потому что она достаточно жесткая, поэтому будьте аккуратней. У нее суперформула, которая помогает ресничкам держаться, точнее, которая помогает туши на ресничках держаться очень долго, то есть я с утра красила тушь и дальше совершенно спокойно ходила по своим делам, возвращалась домой, не знаю, в 11-12 вечера, она была до сих пор на ресницах. Достаточно тяжело смывается благодаря тому, что она очень стойкая, поэтому я от нее просто в восторге, на лето это мой must-have. Ну и одна из последних вещей, это помада от Lime Crime, это, наверное, открытие моего лета, потому что как раз-таки этим летом я с ними познакомилась, они очень красивые, они... я вот не знаю даже, как описать, какие они? Они отличные, они стоят своих денег, пускай на них завышенная цена, но они правда стоят своих денег. Это те помады, к которым тянется рука, это те помады, которые вкусно пахнут, которые комфортно носятся, на которые обращают внимание люди, не в том плане, что «О боже, что у тебя с ними это со своих губ». Они спрашивают, что это за помада, поэтому именно они стоят своих денег, именно поэтому я в них так влюблена. Так что, если у вас есть к ним доступ, тоже обязательно потестируйте. Кстати, сейчас, насколько я помню, открылся официальный аккаунт у них в Instagram Lime Crime Russia вроде как, так что там вы можете найти еще больше средств, еще больше свочей. Ну и последнее, наверное, что песня этого лета у меня была, я думаю, что как и у многих, песня This Girl, которая... В общем, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы отлично провели это лет, и я надеюсь, что если вдруг у вас то-то не получилось, вы не отчаиваетесь, потому что лето — это просто сезон года, ведь есть еще для того, чтобы совершить свои мечты всегда. Очень, зима, весна и следующее лето. Так что я вас всех очень сильно люблю, всем хорошего настроения и всем пока!